Добрый вечер, друзья! Обзорный блок новостей за 5 ноября на моем канале. Начну с заявления московских властей, а именно с заместителя мэра города Владимира Ефимова, заявившего об отказе властей столицы вводить локдаун и полностью закрывать город из-за коронавируса благодаря системной работе и подготовке здравоохранения. Также не будет вводиться пропускной режим, требования по дистанционной работе для офисных работников ужесточаться не будут. Об этом ранее говорил и мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня он, кстати, предостерег от занятий самолечением от коронавируса в эфире телеканала «Россия-1», по его словам 95% умерших от COVID-19 – это те, кто бежал в аптеку и покупал лекарства. Он отметил, что необходимо звонить врачам и получать рецепт на лекарства, прописанное ими. Очередную порцию полезных советов выдал сегодня врач Александр Мясников. Так он порекомендовал тем, кто имеет излишний вес, попытаться сбросить несколько килограммов для чего ежедневно заниматься физическими упражнениями. Также, чтобы не стать добычей коронавируса, необходимо с его слов избегать толпы и держать дистанцию, закаливаться и принимать витамины С и Д, а также цинк. Надо признать довольно разумные рекомендации. Доллар рекордно обвалился на 3%, за него дают 77 деревянных. Спекулянты знают свое дело, загнали бакс на вершину, теперь гонят вниз. Издание Hitechmail.ru со ссылкой на интернет-магазины ритейлеров сообщает о рекордном падении цен на айфоны XR. Так что кто хочет приобщиться к яблочному движению вперед в магазины. Цена смартфона всего 41 тысяча рублей. Тем временем за океаном бушуют немалые страсти и по последним данным Байден отрывается от действующего президента, набирая чуть более 50% голосов. У Трампа, призвавшего остановить подсчет голосов избирателей на выборах, немногим более 48%. Новости одной строкой. За истекшие сутки в России выявили 19404 случая заражения коронавирусом, Москва – 5225 случаев, Санкт-Петербург – 1093, Московская область – 588 случаев. Умерло за сутки 292 человека. В Государственную думу внесен законопроект, который обеспечит неприкосновенность бывшим президентом России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии в Московской области временного госпиталя для больных с коронавирусом на базе выставочного комплекса «Крокус-экспо». Главврач Московской больницы номер 40 в коммунарке Денис Проценко заявил, что в настоящий момент учреждение полностью заполнено зараженными коронавирусом. Парламент Германии принял резолюцию о непризнании президентских выборов в Белоруссии. В Минздраве РФ признали, что в России существует дефицит медицинских работников, которые занимаются лечением коронавирусных больных. Также в Минздраве сообщили, что более трети тестов на коронавирус дают ошибочный результат из-за неправильного проведения процедуры. В Ленинградской области с 5 ноября вступают в силу новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову сняли с должности из-за инцидента с врачами скорой помощи, которые из-за нехватки коек привезли к зданию Минздрава пациентов с коронавирусом. Школьники Москвы с 9 по 22 ноября будут находиться на дистанционном обучении. В МИД России призвали граждан отложить необязательные поездки за границу до стабилизации ситуации с коронавирусом. Сборная России по хоккею обыграла Финляндию 6-2 в стартовом матче Кубка Карилы. На этом итоговый выпуск новостей дня 5 ноября подошел к концу. Подписывайтесь на мой канал и вы всегда будете в курсе всех главных событий дня. С уважением Ренат.